Очередное заседание суда по делу Алисы Пешковой начинается без самой подсудимой. Ее адвокат заявляет, женщина не может присутствовать на процессе из-за проблем со здоровьем. Сторона обвинения настаивает, без участия Пешковой продолжать рассмотрение дела не получится. Судья объявляет перерыв, чтобы проверить достоверность фактов в городской больнице Первоуральска. Спустя полтора часа заседание возобновляется. Второй перерыв уже заставляет заметно понервничать потерпевших, ведь история длится не один месяц. По материалам дела в июле прошлого года Алиса Пешкова, будучи на тот момент учительницей танцев в детской студии, организовала поездку для своих учеников и их родителей на фестиваль в Сочи. Деньги за билеты проживания в отеле Пешкова собрала лично с нескольких семей. Но в день поездки 26 июля педагог написала «Все отменяется». Потом до сентября пыталась переносить даты. Деньги четырем семьям Пешкова не вернула. Общая сумма получилась немаленькая, больше полумиллиона рублей. Обманутые женщины обратились в суд. Человек безответственный. Вообще безответственный. В 30 лет она не понимает, что она творит, что она делает. Беспринципные получают. Детей обманывать. Проводить тренировки и говорить, что мы едем в Сочи. Это я не знаю, кому тогда можно вообще. Причем даже уже выступала организатор фестиваля. Она сказала ясно, что ей какого-то там июня было сказано, что мы уже не едем никуда, деньги не собирать. А мы еще до июля их сдавали. Она сейчас надеется, что ей не будет наказания, потому что у нее дети. После перерыва в два с половиной часа в суде появляется Алиса Пешкова. Однако сразу просит вызвать ей скорую помощь, ссылаясь на плохое самочувствие. Медики приезжают. Мы уехали из дома в 9 часов и до сих пор у нас ничего не ясно. Человек ходит, у нее все хорошо. Она даже извиниться не соизволила. Ни перед кем. Выглядит она совершенно здоровая. Шла она, не прихрамывала нормально по лестнице. Боморок не падал. На носилках ее не принесли. Заседание начинается. Фельдшер скорой помощи разрешает Алисе Пешковой участвовать в судебном процессе. Да, она может участвовать. Спасибо. Сторона обвинения переходит к чтению томов уголовного дела. Прокурор озвучивает доказательства того, что несмотря на несостоявшуюся поездку на конкурс, сама Пешкова на юг все же поехала. Шашлычная 415 рублей в Сочи. 29 июля также оплата остров Мармеладная 1179 рублей адрес Сочи. Сторона защиты предоставляет суду скрины переписки Алены Пешковой с представителями нескольких отелей. Адвокат уверяет, женщина пыталась организовать новую поездку для своих на тот момент учеников и их родителей. Но не получилось. А потерпевшие просят суд приобщить к делу новые иски о взыскании морального вреда. А Левтина Соколова, которая уехала на юг за свой счет, просит суд учесть, что в якобы забронированные даты в отеле ее никто не ждал. Мы в 4 утра сидели на скамейке под отелем Аквалоу и искали, где нам жить. Заселение в 12 часов. Мелкая у меня дочь ревела. Пробедили мы слезами, потому что ей нужно было в аквапарках. Аквапарк не могли предоставить, который нам был обещан. И ей было обещан на день рождения. У нас был день фестиваля, день рождения ребенка. 5 лет. Средний ребенок у меня тоже был очень расстроен. Я в нас в пухмите сидела весь отпуск. В итоге суд приобщает к делу 4 иска о компенсации морального ущерба на общую сумму 205 тысяч рублей. Следующее заседание по этому делу состоится 7 марта.